Весенняя уборка давно у нас стала доброй традицией, но в этом году она по понятным причинам прервалась, хотя необходимость в ней отнюдь не отпала. Увы, немало еще участков на территории городского округа, где с постоянством, достойным лучшего применения, как грибы вырастают стихийные навалы бытового мусора. К ним относится и береговая линия рек Борисовка и Сукромка. С экологической точки зрения, это самые ценные территории в городской черте. Который раз приходится признать, что тот режим самоизоляции, который мы выдержим уже более двух месяцев, неплохо было бы распространить и на природу. То есть ввести некий карантин, карантин на мусор, карантин на вот такое вот варварское отношение к тому, что нас окружает. Увы, этот карантин пока не действует. Захламление берегов происходит на глазах у всех. Менее ста метров до ближайших домов. Во дворах образцовый порядок, а сюда вроде как руки не доходят. Но ведь из тех же дворов чаще всего и приносят к берегам все эти тонны стекла и пластика. В настоящий момент приходится нам, как администрация города, поднимать данный вопрос и уже исходить из этой ситуации, привлекать наши специализирующие организации. Ну и будем надеяться, что в настоящий момент мы здесь проведем в ближайшее время субботник. Пока массовых субботников не может быть по определению. И сколько этот режим продлится, сказать трудно. Но без активной поддержки людей не обойтись. К этим зарослям даже специальная техника не может подойти. Безусловно, будут выставлены контейнеры для сбора мусора. Те участки, которые мы сможем пройти при помощи технических средств, мы пройдем. Но в основном здесь ручной труд. Пока ведется выпиловка и расчистка дикорастущих кустарников и того бурьяна, который занимает много места и заслоняет собой бытовой мусор. Здесь же немало и строительных отходов, есть и самодельные постройки. Основные проблемы всегда возникают со спорными участками, которые либо принадлежат физическим лицам, либо к каким-то другим организациям и не попадают в зону ответственности администрации городского округа. Собственник чаще всего относится безответственно к таким участкам. И накопление мусора, которое тут происходит, его никаким образом не волнует. В Мытищах есть свой немалый опыт эффективного благоустройства территорий. Очищены берега Яузы, преображаются лесопарковые зоны. И эти несколько гектаров побережья тоже должны стать чистыми. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Первый. Мытищинский. Сергей Берзин, Андрей Капустин.